Hi, my friends. We continue our playlist. Так, следующие глаголы. Действительно, давайте посмотрим на следующие глаголы. Как вы это скажете? Давайте посмотрим. Let's look на, at, some point, look at следующие глаголы. Вот нужно не забыть поставить the, the next verbs. Let's look at the next verbs. Давайте посмотрим на следующие глаголы. Мы увидим это в следующих видео. Давайте прием. Мы увидим это. We'll see it в следующих видео. In the next videos. Значит, я призываю вас именно не звать the. Это тоже частая ошибка. The next verbs. The next videos. И так далее. Итак, наш следующий глагол действительно это принадлежать. Значит, давайте с простого начнем. Это принадлежит мне. Это принадлежит. It belongs to me. Значит, вспомним, что, видите, belong to. Посложнее теперь. Кому это принадлежит? Кому? Who? Это принадлежит. Who does it belong? Но обращаю ваше внимание, что здесь, касательно глагола belong, to не исчезает. Мы оставляем to. Это нужно запомнить. Who does it belong to? Кому это принадлежит? Кому это принадлежало? Будет, соответственно, who. Как вы построите? Who did it belong to? Кому это будет принадлежать? Who will it belong to? Обращаю на это внимание. Далее. Играть. Play. Посмотри, они играют. Посмотри. Look. Они играют. They are playing. Видит, настоящий момент, поэтому инговая форма. Look. They are playing. Драться, сражаться. Fight. Формы fought. Они сражались очень смело. Они сражались. They fought very bravely. Скажем, они сражались очень отважно. Значит, courage. Это отвага. Значит, courageous. Отважный. А вот отважного – это courageously. They fought very courageously. Или они сражались героически. Выпускай сказать герой. Надо еще правильно произнести. Hero. Hero. Значит, героически. Heroically. They fought heroically. Значит, они сражались героически. Далее. Распространяться. Spread. Это глагол неправильный и формы одинаковые. Spread. 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 Мы с вами разбирали. Например, такую фразу. Плохие новости обычно распространяются быстро. Плохие новости. Bad news обычно, usually распространяются. Ведь news – это единственное число. It поэтому spreads быстро, fast. Bad news usually spreads fast. Или быстро, или очень быстро, very fast. В этом контексте мы управляем fast. Так обычно употреблять, поэтому по умолчанию используем. Bad news usually spreads fast. Итак, let's look at the next verbs. We'll see it in the next videos. Белон. It belongs to me. Who does it belong to? Who did it belong to? Who will it belong to? Play. Look. They are playing. Fight. Fought. Fought. They fought very bravely. Courageously. Heroically. Spread, spread, spread. Bad news usually spreads fast. Использовать. Пользоваться. Use. Как часто ты пользуешься интернетом? Как часто? How often ты пользуешься? Do you use интернетом? The internet. How often do you use the internet? Позволить. Afford. Я не могу позволить купить это. Я не могу. I can't. I can't. Это британское проношение долгая а. По умолчанию используем. I can't. Позволить. Afford. Купить. To buy it. I can't afford to buy it. Я не могу позволить. Купить. Новую машину. Я не могу позволить. I can't afford to buy новую машину. A new car. Новый дом. A new house. Новые апартаменты. A new apartment. Или новую квартиру. То есть a new flat. Или также a new apartment. Очень часто именно apartment в современном английском языке. По умолчанию мы с вами flat. A new flat. Afford. I can't afford to buy it. I can't afford to buy a new car. House. Flat. Or apartment. Итак, следующий глагол. Делиться. Знаниями. Информация. Share. Ты можешь поделиться этим видео. Ты можешь поделиться. You can share этим видео. This video. Со своими друзьями. With your friends. You can share this video with your friends. Я делюсь своими знаниями с тобой с огромным удовольствием. Я делюсь. Я делюсь. I share. Своими знаниями. My knowledge. С тобой. With you. С огромным удовольствием. With great pleasure. I share my knowledge with you. With great pleasure. Далее. Быть похожим по внешности. Походить на кого-то. Здесь такой глагол. Resemble. Он похож на своего отца. He resembles. Своего отца. His father. He resembles his father. Также есть фразовый глагол. Тоже означает походить. Это take after. Запомните. Take after. То есть можно было также сказать. He takes after. He takes after his father. Например. Она похожа на свою маму. Если глагол resemble. Используем. Получается. She resembles. She resembles. Свою маму. Her mother. She resembles her mother. Или. She takes after her mother. Волноваться. Very. Нет нужды беспокоиться. То есть нет никакой нужды беспокоиться. Помните, мы с вами проходили как раз. Конструкция имеется. Это there is. Также в этом контексте используем. Нет никакой нужды. То есть не имеется никакой нужды. Вот никакой это no. There is no need. Беспокоиться. Инфинитив. Значит, то нужно. Получается to worry. There is no need to worry. Итак. Use. How often do you use the internet? Afford. I can't afford to buy it. I can't afford to buy a new car, house, flat. Share. You can share this video with your friends. I share my knowledge with you with great pleasure. Резембл. He resembles his father. She resembles her mother. Вари. There is no need to worry. Мечтать. Dream. Значит, данный глагол может быть правильным и также неправильным. То есть и так, и так употребляется. Например, я никогда не мечтал об этом. Я никогда не мечтал. I've never dreamt about it. Например, скажем, о чем ты мечтал? О чем ты мечтал? Вот опять же, видите, значит, о это about, чем, то есть это what. Ты мечтал. Значит, получается, did you dream? Значит, по умолчанию просто это время past simple. Но мы так не говорим, ведь about нужно поставить на конец. Поэтому получается, what did you dream about? О чем ты мечтал? What did you dream about? What did you dream about? Можно, наверное, продолжить. О чем ты мечтал, когда ты был ребенком? То есть, когда ты был? When? Как вы скажете? Если просто, когда ты был ребенком, мы спросим с вами, вот если бы не было вначале, when were you a child? When were you a child? Но если вас что-то идет перед вопросительным словом, как здесь, то используется прямой парадокс слов. То есть, мы с вами говорим не when were you, а вначале подлежащее идет when you и далее were. Получается, when you were a child. What did you dream about when you were a child? Значит, также еще иногда встречается of, dream about, dream of. Но обычно about, поэтому по умолчанию используем about. Далее. Писать. Write. Я хотел бы записать это. Я хотел бы. I'd like. Записать это. Вот записывать это write down. Это it. Но мы с вами говорили, что если местоимение, мы должны использовать именно в середине вот фразового глагола. Он называется фразовый глагол. Когда глагол с устойчивым предлогом, как здесь. То есть, мы так не можем сказать it. Должно быть только в середине. И чтобы это записать, I'd like to write it down. Начинать. Начинаться. Start. То есть, есть более формальное слово. Это begin, глагол неправильный, или start. Например, я начал учить английский пару лет назад. Я начал учить английский. I started learning English пару лет назад. A couple of years ago. I started learning English a couple of years ago. Я уже начал смотреть вторую часть этого плейлиста. Я уже начал. I've already started смотреть, watching вторую часть. The second part этого плейлиста. Значит, кого и чего это of принадлежность этого плейлиста. Of this playlist. I've already started watching the second part of this playlist. Значит, допустимо, грамматически так же сказать start to watch. Но обычно ink, поэтому с инговой формой мы по умолчанию используем. I've already started watching the second part of this playlist. Далее, падать. Fall. Глагол неправильный и формы fell, fallen. Fall, fell, fallen. Например, можно сказать, что он упал на землю и повредил свою руку. Он упал на землю. He fell. На землю. On the ground. He fell on the ground. И повредил. And hurt. Помню, hurt, hurt, hurt. Свою руку. His arm. He fell on the ground and hurt his arm. Значит, видите, здесь сразу два неправильных глагола. Также мы с вами говорили, что иногда просто говорят не fell on the ground, а fell down. То есть down означает именно как раз на землю. То есть на землю. Можно сказать так же he fell down and hurt his arm. Но также используем иногда дословные, как раз как здесь, видите, чтобы почекнуть, что именно на землю. He fell on the ground. Может, там не земля была, а что-то другое. Fell down – это просто он упал вниз. Но имейте в виду, что fell down также может встретиться. He fell on the ground and hurt his arm. Далее. Арестовывать. Арестовывать. Arrest. Полиция арестовала их. И так. Dream. Drammed. Drammed. I've never dreamt about it. What did you dreamt about when you were a child? Write. I'd like to write it down. Start. I started learning English a couple of years ago. I've already started watching the second part of this playlist. Fall. Fell. Fallen. He fell on the ground and hurt his arm. Arrest. The police arrested them. Полиция уже арестовала этих преступников. Полиция. Вот здесь самое интересное. Значит, поправьте, если я вдруг сделал ошибку. Я напишу, а вы поправьте, если я сделал ошибку. Посмотрите. The police has already арестовала, arrested этих преступников. These criminals. These criminals. Или этих грабителей. These robbers. Или этих воров. These thieves. Значит, вор – это единственное число. Thieves – это множественное число. В чем здесь ошибка? Нужно запомнить, что полиция – это множественное число в английском языке. Поэтому has – это в корне неверно. Нет. Вот видите, на самом деле, если мы часто просто говорим во время past simple и не чувствуется. Мы скажем просто the police arrested. Но если во время present perfect, то наши знания грамматики видны. Видите? Have. Потому что the police – это they. Только так. Поэтому, видите, the police have already arrested these criminals, robbers, thieves. Приводить, вести. Lead. Формы lead. 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 Моя усердная работа привела меня к успеху. Моя усердная работа, my hard work, привела меня к успеху. Led me – к чему-то, это to, to success. Приводить к чему-то – это lead to. My hard work led me to success. Большинство людей согласны, что только усердная работа приводит нас к успеху. Большинство людей. Most people согласны, agree, что that – только усердная работа. Only hard work. Далее, будьте внимательны. Приводит нас. Будьте внимательны. Поправьте, если я ошибаюсь. К успеху. Ну, здесь опять то же самое. Видите? Work – это it, поэтому называем добавить as. Правильно сказать. Most people agree that only hard work leads us to success. И не оглушаем, о чем мы с вами говорили «leads» – as to success. Итак, повторяем, друзья мои. The police have already arrested these criminals. Robbers, thieves. Lead, led, led. My hard work led me to success. Most people agree that only hard work leads us to success. My friends, thank you very much.